Ну что, привет, друзья! Разберем, как делать рабочие тетради. Я приготовил все рабочие тетради разных тренингов. Я расскажу тренинги Брайан Трейси, Андрея Парабеллова, свои, которые я техники из всех этих взял и использовал в своих рабочих тетрадях. Об этом я расскажу чуть-чуть попозже. А, собственно, поехали! И первое, я хочу не просто показать рабочие тетради, ну, конечно же, показать, но и рассказать, а какие главные фишки там есть. Итак, первое, если вы хотите, чтобы выглядело очень дорого, то вам нужно делать вот на такой плотной бумажечке. Потому что большинство рабочих тетрадей, они выглядят вот как-то так. Ну, хотя бы здесь у нас есть картонка. Еще один вариант, как можно это сделать, это сделать вот такую вот пленочку, которая закрывает листочки бумажки. И, собственно, у меня тоже самое это используется, да, то есть пленка закрывает рабочие тетради. Ну, вот первый листик. Что внутри? Самое важное, что внутри. Делать пружинку или не пружинку, тут уже дело ваше, но на самом деле пружинка – это самый дешевый способ вбуршировать, поэтому от нее никуда не денешься. Но если вы делаете пружинку пластиковую, это выглядит совсем трэш-трэш, а вот пружинка металлическая, как здесь или здесь, это очень хорошо. Делать на скрепке – это всегда дороже, и это возможно сделать только если у вас большой объем тиража. То есть не страниц, а именно большой объем тиража. И количество страниц в этом случае будет ограничено. На большую пружинку можно, как вы видите, положить. О, много страниц. Вот, поехали, будем сейчас разбирать. Вначале приветственное слово, потрясающие вещи. И самая главная ошибка – то, что делают ребята, когда делают рабочую тетрадь, они в рабочей тетради делают презентацию. Не надо так. Рабочая тетрадь – это тетрадь, к ней нужно записывать. Поэтому содержание – да, это большой плюс, это очень удобно. Модель на миллион долларов, и здесь можно прямо отмечать, заполнять. Это очень удобно, чтобы люди не делали это в рабочих тетрадях, но там в блокноте у себя, потому что они могут ошибиться, им может не хватить времени. А тут уже за тебя нарисована канва, которую тебе не нужно перерисовывать. Ты просто берешь, чик-чик-чик-чик-чик, поставил галочки и так далее. Колесо инфобизнеса. Еще важный момент. Нужно оставлять бланки для того, чтобы заполнялись. И вот когда, например, в рабочей тетради напечатано с двух страниц, да, это дешевле, но с точки зрения бумаги дешевле. Вот тоже не допускайте мои ошибки, да. У меня есть рабочая тетрадь, в которой распечатано все с двух страниц. Но в результате у человека не будет возможности места для того, чтобы вписывать куда свои вещи. Хотя здесь вот есть, пожалуйста, много для записей, но я считаю, что даже лучше оставлять просто свободный листик сбоку. То есть вот вы рассказываете по определенной конве, а вдруг он захочет какие-то комментарии для себя дописывать. Поэтому много свободного места можно оставлять слева. И вот колесо инфобизнеса. Рассказали план действий, записи, записи. Достаточно много места для записи. С одной стороны это хорошо, а с другой стороны получается все эти странички, их нужно было напечатать, а это деньги. А значит, если бы это просто были белые странички, то это можно было бы сэкономить. Но тут же задача была сделать очень красиво, да. То есть обращаю внимание, сколько здесь места для записи, потому что много спикеров. Дальше очень прикольная штука. Идеи для внедрения. Начал, сделал. Вот это вот прикольно, да. Начал, 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 сделал, сделал, сделал. В принципе, вообще классный подход про идеи для внедрения. Дальше рассказывается часть из презентации. И вот это еще интересный момент. То есть это реальные слайды из презентации, которые были. И тут вот прям они показаны. Важно понимать, что если вы печатаете или у вас темные слайды, или вы печатаете темные картинки, то они будут плохо видны. Здесь на видео тоже видно, что прям тяжело воспринимать. И это очень много краски. Типография может еще дополнительно выставить счет за такие вещи. Поэтому лучше не делать. Если вы будете печатать это на принтере, вы точно не сможете нормально вот это напечатать. Но, с другой стороны, вот этот подход, когда вы напечатали вовлекающую часть слайдов, он позволяет еще раз пролистав это понять, почему вот так важно или не так важно. А дальше опять бланки для рисования. Модель на миллион долларов. И еще интересные моменты. 14 особенностей частной практики. То есть здесь прям ключевые чек-листы записаны. Бедный или богатый. Кластер, идея ниша. Я вот сейчас смотрю, думаю, блин, может быть мне самому еще перечитать. То есть, в принципе, рабочая тетрадь, даже без тренинга сама по себе, она универсальна, она позволяет делать. Опять проблемы. Основные действия в инфобизнесе. Раскопировка экспертности. Распаковка большой идеи. Инсайты дня. Распаковка экспертности. Формула метафоры, заметки, инсайты. И вот что самое прикольное. Здесь показаны примеры, как эта штука работает. На примере продукта. Собственно, у кого? На примере продукта у Андрея. И вот здесь еще результаты участников. И дальше остальная часть рабочей тетради. Если это информационная конференция или туда, куда люди приходят, покупают не корпоративные тренинги, а проекты, то здесь самое нормальное место – это продавать следующие действия. В принципе, можно продажу следующих действий сделать везде. Но здесь она сделана и в начале, когда мы смотрели вот тут вводное слово Андрея, потому что он рассказывает, что тут ждет. На самом деле, можно иногда в некоторых рабочих тетрадях, я видел первые листы, они про продукт, потому что их все равно пролистывают, но нет смысла оставлять их пустыми. Вот здесь вся конференция про один продукт, поэтому ничего страшного, про продукт можно и в конце. Основной рывок в деньгах и так далее. Опять слайды идут и опять момент. И вот здесь у нас, пожалуйста, еще немножко продажи про то, что там вообще происходит. И еще следующий продукт. И тоже ты заполняешь вроде бы, ты заполняешь бланки, а на самом деле, вот он, тройное планирование, ты заполняешь бланки, а на самом деле ты продаешь себе свой продукт. Вот это гениальная история, которую внедрил Андрей в своих рабочих тетрадях. Спринт, Парафон, Коучинг на миллион долларов. И вот здесь вот участники Коучинга на миллион долларов. О, кстати, обращаю внимание, даже я здесь есть, моя фотография. Обалдеть, неожиданно. Вот, и получается еще несколько текстов и так далее. Что делать с этими текстами, как их оформить, в следующих примерах рабочих тетрадей я покажу, но здесь вы уже можете, в принципе, видеть эти вещи. И вот программа Андрея Пробелума и дальше ссылки. Лучше, конечно, вместо ссылок сейчас уже ставить QR-коды, но тогда, когда создавалась эта рабочая тетрадь, в 2018 году, QR-коды не были настолько популярны, поэтому ставили ссылки. Сейчас уже, понятно, QR-коды – это наше все. Еще у меня три рабочие тетради Андрея Пробелума. То есть если это была инфоконференция, то есть это продающее мероприятие, и здесь было много продаж, то посмотрите, как отличаться будет эта же самая рабочая тетрадь, но для тех, кто уже проходит обучение. То есть вот за это обучение я заплатил больше, чем моя годовая зарплата, когда я работал руководителем лаборатории Касперского. И вот посмотрите сюда. Здесь слайды, если они есть, они чуть-чуть, небольшие, немного места занимают. Потом есть разделительные страницы, которые позволяют, что будет дальше. И снова дальше бланк, 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 бланк. То есть фактически здесь вся презентация, которая расставлена, вот она вот здесь, и вы можете делать комментарии к каждому слайду, который видите у спикера. Это тоже очень хороший прием, можно его использовать. То есть если вам очень тяжело сделать рабочую тетрадь, сделайте вот так. У вас будут просто слайды, а под ними место для того, чтобы писать комментарии, тоже нормально. Можно сделать несколько слайдов, потому что, например, к одному слайду будет много комментариев, к другому будет мало комментариев, поэтому такой тоже вариант хороший подойдет. Обращаю еще внимание, что здесь наверху есть дата и имя. Вдруг вы вырвете отдельный листочек и захотите только его куда-нибудь повесить себе. Делайте это. Ну, понятное дело, странички все могут взрываться, и это значит, логотип нужен. Но поскольку это весь тренинг продажи со сцены, здесь именно рассказывала структура вот этой продажи со сцены. Еще интересная история, отдельный бланк для инсайтов. На самом деле инсайты, и вот я сейчас в конце покажу, это прям, по-моему, это здесь в конце было. Рамка и переход. Нет, не здесь. В общем, в другой рабочей тетрадио Андрея была такая штука. Или я это вырву? А, вот. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Плодирование, делегирование. Да. Та-дам. Вы делаете в конце рабочей тетради план, чтобы участник написал свой план, что он делает, когда он делает, и кто этим занимается и так далее. Могут быть несколько вариантов, но это фактически будет самая важная тетрадка, ой, листочек из всего тренинга. То есть человек может просто вырвать этот листочек, да, дайте-ка я вырву этот листочек, вот, и повешу его куда-нибудь себе на видное место, и таким образом будет он напоминать и про тренинг, и помогать мне двигаться дальше. И, собственно, одного листочка, пожалуй, это будет более чем достаточно, потому что чаще всего после тренингов происходит что? Вот то же самое, что у меня произошло. Куча рабочих тетрадей, классно, обязательно когда-нибудь все это внедрю. И что? Ну, вы понимаете, не все я из этого внедрил. Дай бог какие-то проценты из вот этого. То есть и то же самое в рабочей тетради. Очень хорошо, и это, в принципе, недорого, сделать цветную обложку против черно-белой. Где у нас там черно-белая? Вот, здесь черно-белая, здесь цветная. Цветную сделать несложно. Черный фон лучше не печатать, но выглядит сразу дороже. А внутри все черно-белое можно оставить. И вот здесь точно так же, обращая ваше внимание, здесь на каждую тему есть запланированные заметки. Вы это можете, когда проектируете тренинг, тоже сделаете. Вот, например, план проведения вебинара. Но некоторые бланки лучше сразу запланировать какую-то канву. Большое обещание, упаковка, тан-тан-тан. И таким образом вы, получается, уже задаете бланки для вашей аудитории. Когда у аудитории, у человека есть что-то недозаполненное, недоделанное, то в этот момент он чувствует, что ему нужно это сделать. А значит, он будет пробовать это сделать. И, знаете, как не хватает вот пазлика, и все будут искать, а где же найти этот пазлик, чтобы это заполнить, потому что без этого пазлика не получается. Ну вот, такая история. Бегаемся дальше. Вот, опять же, да, показываю, как некоторые сделаны бланки. Очень классно. То есть, вот, такие могут быть, да, контент-твистер. И там можно что-то с чем-то скрещивать. И вот, получается, очень интересные макеты и так далее. То есть, вот это настоящая рабочая цифра. Создание продающего контента. Выбираете тему, установите план, делите дальнейший путь, предложите овер, гарантии, включите интерактив, получить обратную связь и так далее. По большому счету, я, пользуясь только вот этим бланком, могу уже сделать потрясающий контент, потрясающий результат. Поэтому сделайте таким образом, чтобы рабочая тетрадь у вас была сама по себе автономным инструментом. Двигаемся дальше. Разбираем еще. Рабочая тетрадь ToDo.ru. Это платформа, которая в свое время запускала Маша Сладар. Удаленная работа. И здесь тоже, видите, да, очень похоже. Приветствие. Эта тетрадь принадлежит к контактному номеру телефона. Если вы не хотите, чтобы писали здесь на обложке, можно сделать этому, посвятить первое место. Важный момент. Обращение личное от человека. Не просто личное, а еще желательно с подписью. Потому что это всегда вызывает доверие, как будто это личный человек. Это вообще во всех документах, не только в рабочих тетрадях, в коммерческих предложениях, презентациях. Это просто поставить свою фотографию и подпись. Но это вызывает невероятные вещи. Дальше вот, пожалуйста, продажа, продажа, продажа. Но это введение, но с другой стороны рассказывать. Потом содержание для того, чтобы понять, а что было на конференции, кто когда выступает, какие темы и так далее. И вот это же получается с одной стороны содержание, а с другой стороны расписание. А в конце еще, видите, глоссарий. И вот из презентации каждого участника выделяются ключевые моменты. И потом те вопросы, которые задает участник, спикер, они здесь и есть. А дальше мы просто записываем для них. И вот дальше заметки, если вопросы закончились. Михаил Дашкиев. Кто выступает? Что за спикер? Чеклист. Это то, что, наверное, попросили у спикера. А дальше какой-то бланк. И еще два вопроса. Смотрите, какие вопросы. Они повторяются. Что в предыдущем выступлении, что здесь. Что важного для себя я услышал во время этого выступления. Класс. Что я могу взять для себя и внедрить для своей профессиональной деятельности. На самом деле, два вопроса. Они помогают сделать очень полезным все это. Потому что, может быть, ты слушал все это время, думаешь, да ерунда, ерунда, ерунда. А потом, хопа, о, да, действительно, я могу это взять. Просто напишите это вопрос, чтобы человек увидел это. Увидел незаполненным. У него возникнет желание это заполнить. То есть, на самом деле, рабочая тетрадь обладает вот такой магией. Если там пуст, ты захочешь это заполнять. То же самое. Олег Торбусов. Вот эти вот штуки с точечками, где тебе нужно поставить свои оценки. Пим-пим-пим-пим-пим. Насколько он у меня развит. Знания, навыки, продуктивность и так далее. И ты должен оценить. Для продающих презентации очень классный вариант для того, чтобы ставить себе плохие оценки и понимать, что тебе нужно в этом сфере развиваться. То есть, вот еще какая-то ключевая схема из выступлений. И дальше нужно будет подписывать вот эти бланки. То есть, смотрите, сколько места тут оставлено для того, чтобы просто человек подписывал вот эти вещи. То же самое. Фундаментальные инструменты кармандообразования. Опять бланк. Насколько он у меня развит. Пам-пам-пам-пам-пам. Два вопроса, одна схема. По-моему, это гениально. То есть, вот этот формат рабочей тетради очень классный. Когда у тебя вначале ты делаешь чек-листы, проставляешь, что да, у меня тут что-то не развито. Чтобы ты понял, что тебе нужно развивать и над чем работать во время этого выступления. То есть, ты посмотрел. Так, где тут? У Олега Торбусова. Мне вот это, 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 это не хватает. И значит, ты это заполнил сейчас. Начинаешь слушать Олега Торбусова и для себя уже отмечать вот эти моменты. И уже вовлекаться в эти. Просто гениально. Вот гениальная штука. Вот, Маша, ты гений. Да, то же самое. Ты отметил здесь, на что тебе нужно обращать внимание. А дальше ты слушаешь спикера и уже по этой рабочей тетради двигаешься. Вот, здесь уже то же самое. Дальше, Ольга Потапова. Вот здесь немножко другая история. Минус управления по шагам. Но вот если бы здесь каждая была еще шкала, это, конечно, было бы круто. Но, может, решили не повторяться. Опять схема ключевая, которую объясняет спикер. Возможно, несколько бланков. Ошибка 1, ошибка 2, ошибка 3. И вот тоже еще классный пример. Например, ошибка 1, как проявляется какое решение. Ошибка 2, как проявляется какое решение. 3, как проявляется какое решение. То есть, фактически, ты сделаешь самодиагностику по этой рабочей тетради и понимаешь, да, мне, пожалуй, нужно с этим поработать. Продолжаем дальше. Анна Мавричева. Тоже есть. Распишите свою точку А и Б в онлайн-мире. Просто нарисовали кривую. То есть, можно было оставить вот без этого. Вот так. Распишите точку А и точку Б. Но с этим же интересней. Интересней. Ты сразу прописываешь здесь и здесь. Когда есть визуализация, это прям классно. Вот. Еще. Заполните таблицу. То есть, везде призывы к действию. Заполняем таблицы. Делаем вот так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот. И заканчивается это. Дальше. Как организовать работу удаленной команды. Это вот все по теме полезности, полезности, полезности. То есть, все эти полезности нужны для того, чтобы рабочую тетрадь у тебя даже мысли не возникло выкинуть ее ни в коем случае. Потому что здесь столько. Это как учебник. Да, это как учебник. Хотя, на самом деле, это учебник, который помогает. Теперь предлагаем сделать ту-ду-план. Прямо завтра я сделаю. В течение месяца я сделаю. В течение шести месяцев я сделаю. И точка B. Вот этот бланк я прям очень вам прошу заскринить, записать, сохранить. Это же прям очень-очень круто и правильно. Потому что ты ставишь план. Что ты хочешь достичь. Что ты делаешь по шагам к этому. Это очень похоже на то, что у Андрея Парабелума вот здесь. И это действительно самый важный листочек в конце. А дальше, смотрите. На этом же листочке с другой стороны продажа. Это же классно. Если бы тут был прям еще QR-код, то у меня бы этот листочек с планом остался навсегда. В принципе, это классная история. На листочке с полезностями делать еще и ссылки на себя. Ну и дальше вот пошли продающие листочки. Их достаточно много. И еще продающие листочки. Мне кажется, там до конца будет. Ну и дальше. Благодарю вас. Успехов. Рабочая тетрадь заканчивается. Разобрались. Классно. Двигаемся дальше. А это рабочие тетради. Конспекты курса методологии Михаила Дашкиева. Это, если я не ошибаюсь, первый поток курса методологии. И здесь немножко по-другому. То есть это сразу написано. Конспект, а не рабочая тетрадь. И вот, пожалуйста, здесь записаны ключевые элементы, о чем идет рассказ. Этапы внедрения. Вот какие-то примеры слайдов. То есть фактически слайды переверстаны уже в формат тетради и со скриншотами. На самом деле такой вариант хороший. Но если бы здесь просто были добавлены пустые листы, это была бы суперполезная штука, потому что у меня осталось с моими пометками, с моими идеями, а что с этим всем делать. А так это просто получается такой то ли учебник, то ли не учебник. В принципе, на выходе из этого вы как тренер можете сделать уже полноценно свой учебник. Но, тем не менее, QR-кодов здесь, конечно, огромное множество. Но ценность этого гораздо ниже, чем у вот этих рабочих тетрадей, которые я сам, собственно, ручно заполнял. Или я вижу сейчас, вот сейчас эти бланки делаю. У меня уже сколько лет лежат. А я думаю, может не стоит их никуда одевать, отдавать. Может, стоит их заполнить. И вот когда появляются места для записи, тогда хочется их заполнить. Ну вот. А так, по большому счету, это те же самые слайды. То есть вот, например, слайд 1, слайд 2. То есть это взято слайды из презентации, просто в таком же формате оставлены по два на лист. И еще добавлены заголовки. Это удобно, но это не рабочая тетрадь. Это именно конспект, который у нас остается. И ценность конспекта всегда чуть ниже, потому что если я это записал, оно у меня остается. Вот если делать гибрид, например, половину странички оставлять для себя, а это, ну, то, как оно было, то супер. Вот. Хотя вот эти списки, конечно, ну, это просто колоссальный. Труд колоссальный сделанный. Но опять же, да, ну вы уже поняли. То есть что нужно, хочется делать это более детализировано. И вот даже то, что здесь есть заметки, если бы эти страницы с заметками были посередине, между каждым блоком, то это сразу бы стало более ценной рабочей тетради, чем просто конспект. То же самое здесь. Заданий. Вот А, Б. Если бы я мог сразу здесь отмечать, отметьте, пожалуйста, какие задания для вас подходят. Чик-чик-чик, просто галочками я бы обвел кружочком. Обведите те, которые можно применить в вашем курсе. Супер, я это обведу, и у меня получается обалденная рабочая тетрадь. Вот какие-то вот лепестковые, видите, я уже прям пытался что-то подрисовать, но места не хватает, а значит не могу. Можно было уменьшить размер шифта, добавить мне больше места, чтобы я это записывал. И тогда эта рабочая тетрадь была просто обалденная. Это была бы моя, я бы ее никому не отдал. Вот. И я бы ее никому не показал. И более того, она бы помогала мне в работе. Двигаемся дальше. Тут вроде бы места есть, но не подразумевается, что я буду здесь записывать. Но она слишком классная. А вот в случае с рабочей тетрадью у Андрея, которая вот такая, она не такая вот классная. Вот видите, тут все исписано, да? Почему тут все исписано? Ну, потому что не подразумевается, что здесь это должно быть идеально. Она сразу не идеальна. Она сразу уже сделана так, чтобы можно было ее заполнять, зарисовывать и так далее. Ну, вот с ней вроде бы все понятно. И самый венец вообще, на мой взгляд, это одна из гениальнейших тоже рабочих тетрадей. Вот Андрей Парабелло, Маша Саладар и вот эта вот. Это прям гениальная рабочая тетрадь. Брайан Трейси, посмотрите сюда. Первое, реклам. Сколько рекламы в начале. О, реклама, реклама, реклама. И это тренинг Брайана Трейси, за который я заплатил деньги. Да, дальше содержание. Очень классное содержание. Первая сессия, вторая сессия, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Обалдеть. Просто написали. Но там, да, есть чуть-чуть подробности. А дальше посмотрите. Вот это гениально. То есть он, я не знаю, он выучил, наверное, уже тренинг за столько лет, сколько он его ведет наизусть. И поэтому рабочую тетрадь его, вот это вот особенно крутые моменты. Сейчас покажу. Вот это меня прям впечатлило. Я подумал, вот это вот обалденно. Вот смотрите. Пятое составляющее видения это и пропущено. Clarity, ясность. То есть, блин, там просто пропущены слова, чтобы я заполнял. Я начал использовать это в своих рабочих тетрадях. Почему? Потому что люди заполняют пропуски. Если они видят пропуски, они такие, а, не заполнено, надо что-то с этим сделать. Вот тут нету картинок. Все это рисовал я картинки, да? То есть есть только раз, два, три пункта. Напишите вот это. Для заметок оставлено поле сбоку. То есть здесь текст, что рассказывает Брайан Трейси. А здесь небольшие бланки, что я должен заполнить. И тут для заметок совсем немножко места. В принципе, такой формат тетради очень хорош для тех, у кого нет там большого количества визуализации, слайдов и так далее. И вся рабочая тетрадь, она вот именно такая. Та-дам! По-моему, класс. Но вот эта вот история с пропусками, это просто гениальная вещь. Вот я правда говорю, это суперская. И вот теперь подходим к рабочей тетради. Мастерская презентация, и да, это моя рабочая тетрадь, то, как она у меня сделана. То есть я ее печатаю цветную, и я не парюсь по поводу высокого качества бумаги. То есть здесь обычная офисная бумага, но за счет пленки она защищает. Здесь место для студентов, чтобы эти рабочие тетради, когда валялись на столах, если там вперемешку, то сразу можно было видеть, кто есть кто. Вот, кто пользуется рабочей тетради. И вот здесь вот нарисованы схемы, но не подписаны до конца, чтобы люди сами подписывали. Вот это вот классная вещь. То есть мои цели на тренинг я пишу в начале. То есть вот они точно так же. Мои цели на тренинг. И в конце у меня точно так же есть, да, с QR-коды, ссылки, вот план внедрения. То есть чтобы я записал план. Как вы видите, я меньше делаю украшательств, более тоненькие линии, но за счет этого больше места для того, чтобы записывать. И QR-коды, QR-коды, куда вести, куда дальше двигаться. Запрещенная социальная сеть, разрешенная социальная сеть. Вот, различные вещи. И что еще я делаю в тех местах, где, например, бланки, структура презентации, если необходимо, свободное место сбоку. Это же замечательно. Опять же, бланк, вот здесь у меня есть определение. На слайде оно есть, но для людей я его не пишу, для того, чтобы они сами вписали. Потому что они вписывают, запоминают. Вы пишите, что у вас в проекте может быть царь цифры. То есть все время я их призываю что-нибудь писать. То же самое, только бланк, где вообще ничего не заполнен. То есть здесь это теория, а это уже практика. И вот чек-лист, обратите внимание, проверка на важность. Чик-чик-чик-чик, чтобы в конце тренинга человек такой, ага, понятно, я понял, что у нас здесь есть. Вот эти все слои, вот здесь только написал название. Нужно было взять и удалить эти названия, и чтобы они сами подписали, что там есть. Вот, это в следующем сделаю. И опять, много свободного места, много свободного сестра. Ключевые блоки, ключевые слайды, ключевые схемы я показываю. Чек-листы оставляю, но не более того. А дальше люди пускай сами все заполняют. То есть опять же, вот здесь вот, а что у нас тут? Прогнозусти фразу. 80% информации люди получают из 20% текстов. И это что? Заголовки. Вот такие вот рабочие тетради. То есть и в конце я еще сделал вот такую штуку. В конце каждого дня тренингов я написал выводы. Вот это прям очень крутая штука, потому что если ты не написал выводы, ну как, так, так, как же ты мог не написать? И в конце справочные материалы и рассылки. И вот то же самое мы в огромное количество материалов размещаем вот здесь, вот здесь, вот здесь. На самом деле рабочая тетрадь, может быть, я вижу, достаточно в большом количестве не цветная, а черно-белая. Но ничего страшного, пускай она будет цветной. Вот. Это всегда впечатляет гораздо лучше. Так что, друзья мои, мы разобрали с вами вот такое количество рабочих тетрадей. Если понравилось, ставьте лайки и до скорых встреч. Делайте ваши рабочие тетради. Напишите, кстати, на какую тему вы сейчас будете делать тренинг.